что ж друзья свершилось наконец-то спустя немало лет вышло продолжение прекрасной игры ори слепой лес замечательного платформера который пришелся по вкусу огромной аудитории и вот я спешу обрадовать вас сведениями о второй части как вы уже поняли из названия рубрики все замечательно им удалось переплюнуть самих себя ну а теперь подробнее и так ори and the will of the wisps это по-прежнему платформер являющийся точной копии предыдущего в плане стилистики и звукового и графического сопровождения если хотите узнать о технических сторонах игры о том как она выглядит как играется посмотрите ролик первой части и помножить впечатление на 2 возможно это прозвучало так будто не произошло никакого движения вперед никакого развития честно я не совсем понимаю людей которые так трепетно относятся к развитию если им сделают такую же игру но с новой истории они будут недовольны будь она хоть трижды прекрасно ибо нет там того самого развития впрочем смею таких людей обрадовать развитие есть просто она кроется не в коренном геймплее а в мелочах видимо этот выпуск будет очень коротким просто потому что я не вижу смысла рассказывать об игре заново ведь я просто перескажу все то же что уже говорил ранее мы по-прежнему управляем маленьким ори по-прежнему бегаем по уровню выполняя акробатические упражнения и сражаясь с врагами по-прежнему все это в окружении отличных декораций красивого сюжета дико приятная атмосфера и волшебной музыки все те элементы которые сделали из куска кода истинный шедевр на месте изначально даже действительно кажется что ори вообще не изменился но это не так история как минимум новая стартует она именно с того момента где закончилась предыдущая семья живет совенок растет зовут этого совенка кстати ку и они с ори очень дружны к сожалению то ли с рождения у него крыло повреждено то ли он его сам повредил я этого так и не понял но он летать не может может лишь парить и тут краски пригождается последний дар куру перо починив так сказать совенка ори и ку в порыве радости улетает куда-то далеко куда-то очень далеко настолько далеко что надо было бы головой думать прежде чем так далеко залетать начинается очень сильный шторм который в буквальном смысле срывает их с небес на землю и разбрасывает по разным локациям теперь задача ори найти друга и вернуться домой такова завязка очень скоро станет понятно что одним нахождением совенка не обойтись ибо место куда они приземлились далековато от того рая который вори в прошлой игре лично вот этими вот руками и вот этим вот поломанным гейпадом озеленил это все еще не бен но благодать сюда не доползла это не вся правда но остальное это уже спойлеры если сюжет первого ори начинался с очень драматичной ситуации заставлявший проливать литры слез то продолжение наоборот в качестве первых эмоций дарит радость на грани сейфории настолько вот тут все круто и мило сделано но только не вздумайте предположить что сюжет стал менее драматичного нет нет и не надейтесь быстро бегите отстирывать свои носовые платки от соплей оставшиеся там со времен слепого леса сюжет тут не менее слезливый радостный одновременно чем сюжет предшественницы от концовки вы просто утонете в слезах так что еще и спасательный круг готовьте заранее на всякий случай очень радует тот факт что они не просто не стали повторять историю заменив персонажей но и не отступили от старой канвы где нет однозначных злодеев все злодеи этой игры такие не потому что они такие вот родились нет они тоже были когда-то такими же добрыми как ори но жизнь в угасающих лесах где все медленно умирает превратила их таких вот кошмарных существ угасание к слову быстро бросается в глаза повсюду действительно серость смерть и грязь и посреди этой грязи приземляется ори стартуем и без навыков истории это никак не объяснено просто если бы мы начали игру с набором финальных способностей с прошлой части то было бы слишком уж имбово а главное куда было бы расти если так разве что лишь летать не можем но не переживайте без умений ори не оставят очень быстро он находит деревья те самые деревья дающие свой свет духу то есть ори то бишь дающие те или иные способности и первым же делом нам дают световой меч ну почти того способа сражения что был раньше уже нет зато есть куча новых на первое что бросается в глаза это конечно же усовершенствованная боевая система хотя нет я бы так сказал измененная система опыта теперь у нас нет роста в уровне зато опыт который мы получаем теперь имеет числовое значение чем больше мы соберем тем больше сможем потратить да теперь тут есть торговцы у которых за вот такую вот валюту можно покупать многое в том числе и в первую же очередь навыки например помимо светового клинка можно купить шикарный световой молот ори если что создание света поэтому у него все световой привыкайте самое интересное то что упомянутый молот служит также для провивания поверхности аналог топота жаль я об этом узнал спустя половину игры хождение с клинком ну то есть эта способность нужна для досконального исследования мира есть световое копье с приветом от гвина есть лук да теперь ничто не мешает просто расстрелять супостата издалека ничто кроме запаса энергии он теперь расходуется не так быстро как раньше но все-таки расходуется большая часть приобретенных умений расходует нашу ману те же копии лук впрочем восполнять энергию стало куда проще из поверженных врагов она часто выпадает сама наряду с жизнями помимо купленных умений есть и те что мы получаем из деревьев как правило это те навыки которые нужны для перемещения по тем или иным локациям тут ори тоже найдет чем вас удивить не повторяясь забориться в песок как крот выпрыгивать резво из воды метать огонь хотя нечто похожее уже было в общем к старым приемам добавится новое так что у вас не возникнет чувство дежавю и тут всплывает субъективный минус я очень не люблю когда в играх меняет управление я помню в прошлом оре такую вот раскладку а вы мне предлагаете совсем другую это нередко на теле дезориентирует но проблема нибина духов не волнует так что это не в счет насчет раскладки определенные умения повесили на кнопки но вот x y и b оставили чистыми как вы уже поняли речь о геймпаде играть можно на клавиатуре но я тестировал именно геймпад так удобнее и интереснее если у вас еще его нет ну купите уже хотя бы ради двух игр про оре ну так вот три свободных кнопки на которые мы можем повесить нужные умения причем как боевые так и некоторые как бы их назвать то походные с одной стороны это дает игре гибкость выбирает те навыки которые тебе больше нужны или если быть точнее которые больше подходит для данной ситуации с другой стороны может сложиться неверное впечатление что игра перегружена новыми нюансами что разработчики просто понапихали всего для эксперимента для разнообразия и все это не нужно но как я уже сказал это впечатление ложное и позже я дополню картину чтобы вы поняли эту мысль сейчас же хочу рассказать о системе навыков они тут называются осколками то есть есть те что мы купили и получили это наши неотъемлемые перманентные так сказать навыки а вот есть еще осколки изначально мы можем нести одновременно три осколка но потом появится возможность увеличить это значение что же такое осколки это навыки которые мы можем одевать или снимать например всем известный навык прилипания оре к стенам теперь не неотъемлемый его мы можем выбрать в качестве осколка или вот навык притягивания выпавших из врагов светяшек это тоже осколок если вам сейчас захотелось воскликнуть на кой хрен так было делать названные тобой навыки универсальные нужны везде подождите возмущаться сперва дослушайте мысль я уже говорил про торговцев да они в игре есть мы можем купить навыки некоторые из них можем еще потом и улучшить есть даже пара перманентных навыков например дыхание под водой осколки тоже можно купить и некоторые из них тоже можно улучшить например магнит будет притягивать не с половиной крана со всего экрана это удобно ну и так далее однако далеко не все осколки можно купить многие можно лишь найти в закоулках игрового мира будет чем себя развлечь и призы достойны как видите вы все еще готовы возмущаться погодите с этим вот послушайте лучше про ситуацию ты на марше спокойно проходишь локацию разумеется нужен магнит и липучка это очень полезные таких условиях навыки но вот тебе захотелось например быстро преодолеть участок замени например один из навыков скажем способность которая позволяет притягиваться к врагам и это ускорит передвижение по диагональной плоскости в разы и в некоторых случаях а если ты попал в темноту то замени один из активных навыков на свет ибо иначе ты просто не пройдешь повсюду бомбы липучки было бы неплохо в прыжке расстрелять их из лука чтобы тебе они задели а вот того громила лучше валить молотом лишь успевай подстраивать под любую ситуацию можно найти нужную комбинацию если собрать побольше осколков конечно три чеки крайне мало но вот ты находишь светилище и начинается задание на тебя волнами будут наступать враги и тебе нужно просто перебить их всех и выжить самому и тогда получишь расширение на плюс одну ячейку для осколка это очень полезно и весело враги враги теперь стали намного более опасными разнообразными по своему виду хотя они все же похожи по сути на тех что уже были в оригинале во всяком случае часть уж точно но все же теперь они двигаются резвее и бьют больнее иногда сна храпа врага можно и не взять если еще недостаточно прокачал навыки а если врагов несколько это может стать отличным поводом вернуться к прошлому сохранению кстати раз вспомнил о сохранениях прошли те времена когда мы сохранялись почти где хотим теперь мы можем делать это в колодцах эти не изменились и на точках автосохранения не переживайте этих точек столько что недостатка в них точно не будет а телепортироваться колодцам можно теперь из любого места локации это крайне удобно но вернемся к теме враги стали покруче но они не сравнятся с боссами о да в первой части боссов как таковых не было формально они присутствовали та же куру например но мы от нее просто сбегали мы не наносили ей повреждений здесь же помимо множества мини боссов типа крупного жука будут самые настоящие сюжетные боссы екало мн сражение с ними тут совсем не простые промаявшись долго с одним из них я вдруг получил озарение а какого спрашивается хрена я до сих пор хожу с магнитом тройным прыжком или липучкой а ну снять все это нахрен утроение стрел лука увеличение силы удара конвертации здоровья в ману или увеличение здоровья вот вот это уже подходящий коктейль босс улетел даже квакнуть не успел зараза столько мне нервов вымотал то есть понимаете да игра настолько гибкая что диву даешься тут нет бесполезных навыков или умений есть не актуальные в той или иной ситуации или на той или но и сложности которых тут по старинке 3 разработчики умудрились балансировать игру практически идеально это сознание эту ты приходишь в восторг игра начинает играть новыми красками простите за тавтологию это потрясающе но это не единственное изменение помните про все что я сейчас говорил я сказал что это первое что бросается в глаза я соврал конечно же все до красного словца первое что бросается в глаза это разумеется графикой дизайн опять же сперва кажется что игра не изменилась ни на йоту те же краски тот же дизайн но стоит лишь пройти чуть дальше как сразу понимаешь технологии сделали шаг вперед потрясающие эффекты освещения киселяции лучей брызги воды и песок все это так красиво сделано что диву даешься и чем дальше идешь по игре тем больше это замечаешь но графика графика что с дизайном я не зря вначале сказал возьмите первого оре и помножьте на 2 дизайн по-прежнему шикарен про него трудно сказать что они прям вот уж переплюнули сами себя в конце концов первой игрой они сами же себе задали настолько высокую планку что даже просто дотянуться до нее пальцами это уже достижение они же не только вновь дотянулись но и смело взяли ее дизайн шикарен казалось бы замерзшие земли уже были да были пустыни были нет пустыни вроде не было ладно зелень точно было придумать что-то новое довольно трудно но они не пытались они просто предали всему этому новую атмосферу и мир заиграл новыми красками кажется я повторяюсь не страшно оно того стоит оторваться от прохождения настолько сложно что три дня я просто не вылезал из компьютера в минуты сражения с боссами я всерьез подумывал о кляпи в рот я просто не мог не орать настолько некоторые из них упоротые в хорошем смысле слова часто бои разделены кстати на стадии прямо как в темных душах сначала ты скажем бьешь босса потом возможно придется бежать от него это классический забег ори от икс где икс любая напасть будь то наводнение или долбанной земляной черпи размером с двух коро а потом добивать кстати youtube чекпоинта удружили что радует иначе бы я ругался так громко что вы бы лично услышали да но и без боссов тут красота мир очень интересный следовать забредая в его самые тайные закоулки до которых еще умудриться добраться надо а чтобы добраться надо знать куда добираться вот тут бы помогла карта и она есть теперь чтобы открыть карту участка не нужно искать артефакт теперь нужно найти сову который эти карты продает и собственно купить у нее эту самую карту если доплатить то сова отметит на этом участке все тайные тайности вроде осколков или увеличение жизни маны которые тут уж точно лишними не будут с такими-то врагами и боссами к слову в игре у нас появится дом и мы в нем будем не одни мы сможем взаимодействовать с его жителями да теперь есть еще и диалоги и это третье четвертое заметные изменения лес умирает и многие его жители лишились дома поэтому в локации этот самый свет еще остался они поселились эта локация станет для нас и таким перевалочным пунктом тут мы можем обустроиться например по локации можно собрать горлоковую руду и семена руда нужна для определенных строительных мероприятий например тут все заросло колючками нужно выплыть шахту нужно починить домики для зверя от построить и вообще навести лоск на локацию подмести в конце концов вывеску повесить здесь жил и работал как черт ори извините просто еще не отошел садовник свою очередь засадит те семена что мы ему принесли например синим мхом за который удобно цепляться так мы попадем в недоступные ранее места локации или вот вырастет дерево духов дав на фактически новый пассивный навык ну и это просто красиво на самом деле чтобы найти все эти ресурсы придется прорыть носом все локации то что называется бэк трекингом тут по-прежнему присутствует и все еще приносит удовольствие что касается размеров карты даже не знаю что сказать мне очень трудно судить о размерах однако по ощущениям она меньше и игра в целом короче чем прошлая часть но вам лучше не верить мне в этом в аспекте на слово тем более к первой игре было dlc новая локация не маленькая надеюсь и ко второй будет а лучше 2 ибо часть то 2 как вы уже поняли с персонажами теперь можно общаться да это не свойственно серии хотя серия она стала только теперь так что теперь свойственно при том кроме квестовых речей и праздной забавной болтовни от местных зверьков мы также можем узнавать слухи которые нужно разведать ну типа в таких-то краях вроде как существует алтарь не не слышал бежишь туда и смотришь и правда алтарь слух разведан вот тебе опыт или квест найди штучку-дрючку вернию мне ну и все в таком духе задание незамысловаты но поданы забавно благодаря забавным зверькам моки смешным и приятным за выполнение задания как правило дают именно очки света но у те же самые что падают из врагов кажется не так называется но могут и что-нибудь более ценные скажем те же семена ну и завершаем мою оду новым похождением ори нельзя не упомянуть о музыке она тут все еще прекрасно композиции написаны в старом стиле часть из них естественно узнаваемый мотив заглавной темы но в целом это отдельное произведение не менее шикарной чем в первой игре местная музыка просто около божественная но опять же это я вам как меланаркоман говорю вам может не так понравится как мне но в любом случае я уверен впечатление о себе она оставит только хорошее увы детишки я обливаюсь горькими слезами вставляю в ролик музыку из первой игры ибо с момента релиза прошло еще слишком мало дней саундтрека еще нигде нет свободном доступе но поверьте на слово он тут отличный и тут вы уже наверняка задались вопросом неужели у игры совсем нет недостатков разумеется есть и первый который обязательно заявит о себе значительно возросшие системные требования возможно в ролике вы заметили часть видео вставок где явно нет даже 30 не то что 60 кадров это вот такие у меня тормоза а поздние вставки которые плавные без тормозов это я записывал на чужом компьютере стоимостью 120 тысяч рублей то есть вы поняли да возможно придется раскошелиться честно говоря давно пора 2020 год в конце концов в моментах где слишком много частиц например вода или песок производительность падает настолько что играть становится невозможно те самые ла-ла-ла-ла-ла-ла и 6 кадров при том что у меня gtx 1080 и core i7 отсюда я делаю вывод что игра более требовательна не к процессору или видеокарте а к оперативной и физической памяти возможно это вам поможет однако первая часть отличалась шикарной оптимизации она работает даже на компьютере моего младшего брата а это ведро было собрано из запчастей 2005 года для офиса там даже видеокарты нет то тоже я уверен вторую часть однажды тоже оптимизирует а пока же она мало того что жрет ресурсы как не в себе так еще и плоховато оптимизировано прям для обдарскал очень плохо судя по слухам она еще и поэтому так дико тормозит и я в это даже верю правда одними тормозами все не ограничивается есть еще и баги например часто я не получал урон от падения на шипы были другие но на фоне общего впечатления от игры я их не запомнил и даже не пытался если вас пугает подобное подождите пару месяцев пока игра устаканится и пропатчется до более играбельного варианта впрочем в нее сейчас можно и нужно играть некоторые мои зрители спрашивают почему я называю новые игры реликтами слово реликт не обязательно обозначает нечто древнее она обозначает еще и нечто уникальное и к игре ori in the will of the виспс она относится более чем неужели вы не узнаете шедевр глядя на него в упор для этого что нужно годами ждать глупости вот она потрясающая игра которая придется по вкусу как детям так и взрослым как заядлым игроманам так и людям которые с компьютером и играми на вы тем более в стиме игра сейчас стоит 515 рублей 515 рублей ребят это не серьезно столько игр сейчас вообще не стоит это два похода в кино на какой-нибудь фильм не факт что интересный а ori это минимум 15 часов отлично время провождения если вы смотрите этот ролик в первую половину 2020 года то ориентируясь по мощностям своего железа если она позволяет такую роскошь смело берите игру если же вы смотрите это спустя года и до сих пор не поиграли как о спрашивается хрена вы многое упустили бросайте все бегите играть в эту замечательную игру вагон радости вам обеспечен игры а м а и и Продолжение следует...